Знал ли Иоганн Гутенберг, создавший первый печатный станок, что спустя 500 с лишним лет его дело будет процветать? На минувших выходных в нашей стране отметили День печати и праздновали его не только сотрудники периодических изданий. Наша съемочная группа отправилась к современным печатникам и узнала много интересного. Станок для печати на тканях, ламинации, какого только оборудования сейчас нет. Конечно, современные технологии ушли далеко вперед, но, как отмечают специалисты, это не предел. Раньше, чтобы напечатать плакат, сделать плакат, я так вам скажу, применялись в услугах людей, художников, оформителей, которые занимались именно этим делом. После этого пришли в области трафаретной печати, начали трафареты, но это было очень медленно, очень долго. Сейчас же процесс печати, например, на ткани занимает минуты. Все зависит от необходимого размера изображения и, конечно, от оборудования, которое в современном мире может произвести продукцию на любой вкус и цвет. Вот она, рабочая лошадка производственного цеха по печати. Станок, благодаря которому на свет появляются всевозможные яркие изображения, привлекающие наше внимание. В производственных цехах по печати к оборудованию относятся как к настоящим живым сотрудникам. Для них должны создаваться даже особые условия работы. Каждое оборудование, это высокотехнологичное оборудование, оно требует к себе определенного отношения. То есть для того, чтобы чернила хорошо засыхали, правильно ложились, красиво, должна быть соблюдаться в помещении определенная температура, влажность, запыленность минимальная. И от этого зависит само качество производства. 21 век – время стремительного развития печатного дела, время высокой производительности и возможностей. И 13 января – не только профессиональный праздник непосредственно журналистов, но и тех, кто работает на производстве. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.